всем привет я гела и сегодня у нас будет такой очень интересный урок даже не урок я бы сказала просто буду снимать ход работы девочки скажу сразу никаких выкроек никаких размеров все делаю на глаз просто вот пришла идея из интернета это вот эти подушки коты напольные вот эти с длинными лапками да ну очень прикольно я просто глядя на картинку вот посмотрела эти картинки картинок полно в интернете вот и абсолютно ни одной выкройки ничего для начала я взяла где-то примерно там наверное сантиметров 50 на 50 может быть кусок атласа вот у меня можно взять любую другую основу или если у вас специальные ткани для петчверка то можно вообще без основы но в данном случае я считаю раз уж мы будем набивать эту подушку игрушку и она у нас будет лоскутная тем более из тканей совершенно разнообразных это все из старой одежды да вот я вам показывала заготовки свои это рубашки платье и так далее поэтому лучше делать по основе тогда котик у нас получится мягенький такой ровненький пуф и в тенький так ну и вот я набрала вытащила все свои полосочки там и буду делать вот такой полосатый матрасик как бы тельца для этого вот это вот основа у меня атлас где-то 50 на 50 вот буду зашивать его просто полосками ткани для этого вот вы видите первую синюю положила и сейчас вот эту лиловую на нее ну и вот с этого в общем-то и начнем и так мы зашьем всю нашу полосу до конца в инстаграме я уже выкладывала и готового котенка получилось просто прелесть вот просто прелесть девочки без одной выкройки так что смотрите вот вот так вот положили полосочку прострочили отогнули прогладили и таким образом всю основу вот эту красную зашиваем будет скалываем где-то ткани можно совершенно разные брать я здесь от футболок от рубашек от всего-сего так ну и зашиваем полотно полностью ну и собственно говоря в итоге получаем вот такое яркое красивое полотно из которого в общем то можно шить таким образом хоть одеяло что вы хотите вот вы видите я брала здесь полосочки они совершенно у меня не разы разные ширины где-то немножко перекосило у меня все-таки основа атлас да но все это я выровняла полосочки где-то ушли там немножечко может в диагональ там ну не знаю в данном случае я не считаю это очень там таким каким-то серьезным проступком вот когда я все выровняла все лишнее срезала вот таким образом нам нужно сострочить трубу вот такую но девочки говорю сразу я потом распарывала в середине этой трубы оставляем сантиметров 20 чтобы нам нормально пришить лапки вывернуть и вот эту трубу я показывала в инстаграме и загадывала загадку вот чтобы что вы думаете что это и один только ответ был более-менее там каким-то образом там потеплее так погорячее мол подушка вот а так девочки интересные столько идеи из ваших ответов там и сумки и чехлы и все что угодно говорили девчонки вот а потом видите какая смешная штука у меня получилось прям прям вот радужная пиписка такая по идее вот таких штучек можно выкроить 8 штук вот вы видите да я из трикотажа выкроила лапки сами вот эти вот данным и вернее парка там где концы лапок пальчики где будут а сами лапки вот такие вот разноцветные вы знаете девочки это я еще одно полотно такое же сострочила где-то 50 на 50 и просто разрезала его на 4 части вот можно если все-таки это лоскутная у меня вода из лоскутков из полосочек поэтому они стала чтобы не было там двух швов но по идее можно вот отдельные восемь частей вот таких раскроить вот ну а я вот таким вот образом и смех и грех вот нарочно не придумаешь это же надо было мне так вот таким образом у меня получились лапки значит вот таким образом кончики вот эти вот для пальчиков лучше трикотажные конечно делать это у меня вот от пижамки вот потому что чтобы было более пластичное чтобы мы там пальчики сделали потом котику вот в общем вот такие вот смешные детали далее когда мы их сострочили мы все это вывернули слушайте кстати очень здорово вот то что атласная основа я просто представила потом вот выворачивать набивать все это очень удобно он же скользкий такой удобненький вот ну и просто карандашом я из старой подушки вон у девочки размеры все придумываю на ходу в общем лапки само тельце у меня получилось из с куска 50 на 50 сантиметров да вот но я там подрезала подрав подравнивала потому что перекосил меня вот вот эти лапки тоже был кусок атласа 50 сантиметров но я их подкоротила вот этот кусок атласа на 4 лапы разделила разрезала вдоль то вернее поперек полос вот а потом я все-таки их подкоротила они меня получились 40 сантиметров получается вы или сколько там ну да где-то так ну да он у меня метр тридцать чем-то метр сорок в общей сложности код получился вот поэтому девочки не могу никакие размеры я не знаю сейчас может быть его как-то обмерю что ли вот просто на ходу вот он у меня создавался и придумывался от и до я даже не знаю я не шила мягкие игрушки вот только то что с вами вот мы собачку шире там да вот и выкрыть ни одной выкройкой ничем я не пользовалась в интернете их миллион выкрой поэтому вы уж посмотрите девочки сами выберите я видела смотрела выкройки примерно как это все можно вот как она все выглядит вот и картинку такого кота видела в интернете тоже радужной там такой красивый вот и все и дальше уже здесь господин ты что там выдумывать матрасик обычный вот такие лапки палочки ну и головку круглую там уже вообще по сути господи пришей глазки к любому там к любой подушке к любому куску ткани вот тебе уже оживает да можно игрушку придумать поэтому как получится смотрите вот такие лапочки мы набили вот теперь эти лапки нам нужно пришить к туловищу и вот здесь я поняла что нужно в центре распороть вот это тельце чтобы мы ну вот пока вот таким образом ведь и мы вывернули и нам нужно чтобы лапки были снаружи то есть изнутри мы сейчас приколем все это как следует и прострочим девочки по бокам где-то сантиметра два я оставила лапки но так чтобы вот эти уголочки потом эти уголочки как на сумке как для донышка как будто бы прошьем таким образом вот смотрите прострочили там по раз как следует вывернули и вот такой у нас получился вы знаете девочки я когда по примерила там посмотрела но совсем уж хвост между ног мне не захотелось заставлять просто потом я его вот сюда вот так как бы повыше просто уже вручную готовый хвостик пришью вот я чуть-то упустила этот момент даже не показала как я сшила хвост но он обыкновенный просто я там уже поменьше вот этой пестроты чтобы его хоть и видно было а то он три ноги получится обычный длинный хвост сшила и потом я его уже снаружи сверху пришью иголочкой с ниточкой вот таким образом нам нужно сделать и с другой стороны лапки вот видите мне пришлось центре вот здесь распороть и ведь у меня здесь какая нестыковка потому что у меня там и постепенно лоскуты как-то ушли в диагональ немножечко но в деле ничего страшного на пузике вот это получится вот такая нестыковка у меня ты вообще абсолютно наплевать все равно абсолютно не портит в деле в итоге не видно там вот вот такую и теперь таким же образом мы пришиваем передние лапки также наметим сколем там как следует все вот и вот эти уголочки как мы делали для сумки донышко помните я вот эти уголочки просто застрачивала ой я тороплюсь вот ну и потом уже тельце набиваем полностью синтепоном и получаем уже поступка приступаем голове а пока вот видите вот таким вот образом вкладываем вот он этот хвостик где его сшила отдельно уже но я его пришью потом сверху вот видите теперь вот то дырочку выворачиваем намечаем там центр совмещаем да ну чтобы лапки ровненько ой вообще я ничего не мерила абсолютно ничего не краила настолько у меня он знаете родился легко прям этот котик раз и вот так вот не захотелось прямо бывает же такое просто захотелось быстро раз 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 и расшила вот смотрите там как следует прям несколько раз можно прострочить и видите вот лапки мы вывернули и вот эти уголочки теперь мы прошьем поперек прям треугольнички сейчас посмотрите чтобы немножечко как бы форму я видела в интернете есть еще немножко другие модели да как этот гогтельцы собирают как валик вот здесь вот краям потом отдельно сверху пришивают лапки и хвостик мне захотелось вот так вот вшить именно внутрь чтобы этот матрасик получился ну вот таким образом потом вот здесь прям поперек по уголочку проходимся до самой лапы вот для этого мы оставляли пару сантиметров чтобы потом ответьте перпендикулярно шву вот так вот собрать уголки вот здесь видно да вы поняли уже как все выворачиваем и получаем вот такую деталь у меня прямо в камеру не входит я у меня там дальше сломался так называемых штатив или как его можно назвать приспособление на котором я цепляла телефона мне пришлось уже вручную до снимать дальше ну вот не попадает полностью вся деталь но она у меня получилось длинная получается лапки по 40 сантиметров это 80 и от тельца 50 да вот и хвост он чуть длиннее чем там лапы в итоге где-то около метр сорок он у меня получился и вот туда набиваем синтепон и пузико я сшила просто уже вручную прошла прошила как следует вот и вот такую заготовочку пока мы получили вот такой матрасик с ножками там я закрыла дырочку пришел цветочек из кружева вырезала вот теперь нам нужно оформить как бы лапочки его ладошки да для этого я беру крепкую нитку то есть обычную швейную в несколько сложений и вот так вот тоже опять таки на глаз я уж не знаю тут что сколько как намечать девочки вы видите да у меня настолько вот полная импровизация абсолютная импровизация но шел как по маслу я прям с ним не замучилась у меня вот с первого раза все как-то хорошо получалось ну там с исключением там какие-то мелкие моменты мне так хотелось прям быстрее быстрее вушить я прям с таким рвением знаете хотела и такой прям прелесть родился котенок хулиганистый такой вот и в общем поняли вот такое тельце получилось она у меня даже в камеру не помещается большое оформляем вот таким образом каждую лапку для этого я говорила лучше что-то футболочное такое сюда из трикотажные ткани стянущийся там чтобы вот потом более так гармонично у нас вот эти пальчики вырисовывались раз вот он пожалуйста второй пальчик или третий там какой вот таким образом делаем ладошки на каждой лапке если там вообще прям заморочиться там какие-то ну кто вот игру шьет игрушки хочет заняться можно коготочки даже там как-то придумать может быть из чего-то не знаю или не знаю можно заморочиться и сделать потрясающую штуку я говорю это к тому что вот видите вот просто на ходу без всяких выкроек без всего это и тут ничего сложного вода никаких там сложных каких-то форм выкроек вот к чему эти сложности вот пожалуйста палка-палка огуречек получился просто потрясающий котенок я в инстаграме написала загадку что я даже вслух озвучивала свое желание и воплотила его и не угадали девчонки ну то есть вслух вода в одном из последних видео помните я где говорила про котенка пора мне завести уже кого-то вот вот он у меня и появился котенок представляете так вот спонтанно 1 1 так дальше приступаем значит самое основное это наша головочка до головушка котенка вот смотрите я обвела коробку на крышку от коробки 25 по моему сантиметров да вот и чисто по наитию вообще совершенно просто я помню вот выкройки смотрела в интернете картинки там как-то и я вспомнила что нужно сделать как бы для того чтобы обозначить эту мордашку до лобик там все это нужно сделать типа вытачек что-то и вот я решила в общем ну я там правда прострочила потом немножечко исправила там под уменьшила где-то до среднего меня получилось вытачка на лобике где-то сантиметров 8 в длину да и в ширину по 4 сантиметра на по 4 это много я по 3 оставила ну то есть 6 в ширину вот такая вытачка мне захотелось сделать вот одну для лобика и для подбородка 2 небольших вытачки не знаю почему правильно это или неправильно но в итоге ну теперь уж забегая вперед скажу что правильно все получилось прекрасно вот я наметила эти вытачки вот далее же нужно еще и ушки сшить он у меня в итоге получился такой ушастик глазастик ну все равно очень симпатичный очень милый такой веселый котик получился так вот я мило наметила и вот таким образом нам нужно обозначить мордашку его как бы выпуклую сделать чтобы не просто блин им получилось а именно мордашкой так ну и примерно ведь тоже на глаз где-то я подбородки вот такие вот маленькие вытачки и опять таки вот из этой трикотажной ткани я сделаю для него ушки и мордашку ну там уже ничего сложного я просто выиграла треугольнички там посмотрим ну по ходу дела я уже смотрела как лучше прострочила их сделано отсечки чтобы кругленькие но такие ушки были да хорошо вывернулись заполнила синтепончиком вот этим синтепохом свои от подушки ведь пригодилась от старые вот тоже видите использую ткани тут и футболочные брючные блузочные там все 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 и старые одежды и такую прелесть детям ребенку вот так вот сшить на прикольно же его же стирать можно в машинке и все ну и конечно прочно сразу хорошо сшить а представляете из джинсов можно таких котов там из чего угодно стильных таких каких-нибудь в таких рассветках может быть там если кому-то такая яркость не нравится но дети мне кажется это прикольно такого яркого котика вот вот так вот не очень плотно набила ушки потому что вот как раз был бы синтепон я бы синтепон вложила но вот раз уж нет я синтепох этот уже весь сваленный заваленный вложила и по центру немножечко прострочила там чтобы опозначить эти ушки вот и ушки заготовила заранее потому что прежде чем сшивать две детали головки ну так же как мы вшивали лапки также нам нужно будет вшить ушки поэтому ушки я приготовила сразу но затем сделала вытачки вот таким образом да мне кажется должно теперь уже понимаю что да правильно это было хорошо что именно так и теперь нам нужно вот вложить ушки также как мы делали лапки таким же образом чтобы вот внутри остались сверху положить тыльную сторону головы вот этот круг он получается больше да он без вытачек я его просто по ходу тела но сначала сколола все это и там складочками складочками как бы приколола тыльную часть вот к лицевой и все это сострочила внизу оставила не зашитое место на подбородке которая потом после того как набила деталь просто прошила руками здесь вот все у меня уже сломался так называемый в кавычках штатив на подставка под телефоном не пришлось в руках вот вот видите внизу под подбородком вот такие маленькие вытачки аналогик я там решила разрезать чтобы теперь и вот сделали вот такие надсечки то есть всегда когда мы круглые элементы да если нам нужно ворачивать то для ровности для плавных линий нужно обязательно делать надсечки по всему кругу сделала надсечки вывернула теперь все это забиваем синтепухом вот и просто вручную там внизу зашила и он получился жутко лопоухий у меня очень лопоухий очень большие ушки сюда получились но ничего страшного все равно очень симпатично теперь я сшила вот такую подушечку ну вот вы видите да тоже на глаз я даже не замеряла и вы знаете вот на ходу придумывала эту подушечку вот значит заполнили синтепухом теперь посмотрим по форме так вот как вы лучше расположить и прям вот так хорошенько стежками хорошо хорошо будем ее протягивать вот таким образом так не видно вот таким образом когда мы ее пришьем как следует стянем потом я просто уголочки просто поддену уголочки подошью вот таким образом и у нас как бы закруглиться и будет мордашка прекрасно все будет на месте вот девочки все придумываю на ходу наверняка все неправильно найдутся ну всегда знающие люди которые уже может быть пробовали но не знаю я полностью на ходу изобретаю эти мордашки и мордочку можно было может быть тоже по-другому сделать немножко там да ну вариантов методов полно я вот решила вот так и вы знаете результат потрясающий такой озорной тем более я считаю не куда-то там на выставку на продажу да просто мне так прямо понравилось мне так захотелось этого кота не знаю для чего даже вот ну прелесть смотрите просто уголочки эти подшила не полностью по периметру просто только за уголочки все видео такой получился получилась такая мордашка у нас ну и носик вот вот этот цвет вполне подойдет вот так вот сложила его кулечком сделал вырежем круг вот видите да там радиус наверное сантиметра пару сантиметров вот ну если большой то поменьше вырезаете там уже все по ходу дела вот этот круг нужно пройтись теперь вот видите так через край положить туда синтепух и и затянуть сделать вот такую пимпочку то будет носиком вот ну а дальше для того чтобы вдохнуть жизнь моего котика конечно же сначала пришила голову на место чтобы уж он не был у нас такой всадник без головы вот и самое главное для оживления нашего котика это конечно глазки глазки можно сделать из фетра можно в конце концов даже нарисовать вот вы помните да и у иночки рукодельник есть даже вот мастер-классы как она делает куколки и рисует глаза акрилом а у меня смотрите какие пуговицы есть это был зеленый такой жакет и вот пуговицы и эти пуговицы я решила совместить еще вот с такими маленькими черненькими вот представляете все как будто бы так как должно быть все подошло и пуговицы эти даже вошли понимаете вот в этом как бы углубление прям так гармонично он настолько говорю легко рождался у меня ну просто прелесть глазастик такой получился ну и пусть можно было из фетра например я показывала да я купила фетру мне набор целый там разные цвета можно было вырезать сделать все и там и беленькая и зелененькая всяко но я когда приложила эти пуговки мне так понравилось ну и конечно же я уже не пришивала их а пришила о и приклеила на горячий клей уже и смотрите и он у меня сразу ожил такая милашка вот что значит глаза зеркало души все он живой смотрите прелесть не стало никакие реснички ничего как-то вот он не сразу вот именно таким ушастик такой с носиком вот затем я сделала вот такие усики это просто из капроновой ну капроновую нитку в четыре раза по моему я там смотала ну и не хватает все равно чего-то да ну конечно улыбочки это вот я из фетра вырезала с фетрика и приклею тоже на горячий клей вы видите какая прелесть такой прикольный он такой хулиган он прям хулиган прелесть девчонки обязательно сделайте для деток там или для своих домашних питомцев и такую игрушку это прелесть такой у меня дружбан теперь есть такой хулиганистый такой симпатичный и как-то так все легко и быстро получилось вот во весь рост его прям показать чтобы и близко видно ну вот метр лежит а у меня где-то метр тридцать чем-то короче метр сорок получился вот здесь я даже на хвосте даже не убрала лайпл от рубашки вот такой хвостик сделала вот я его пришила вручную а потом когда повернула сверху сделал несколько стежков козликом шевчиком и все и все вот такая вот яркая красочная прелесть мягенькая у нас получилось смотрите какая прелесть вот такой хулиган у меня получился девочки я надеюсь вам это видео понравилось пригодится может быть действительно вы вдохновитесь решите сшить такого друга ну я вот получила например большое удовольствие решить это совершенно не сложно не надо там никаких выкроек просто такая вот прелесть у вас получится тут нет ничего абсолютно сложного и вот такое пузико у него ну я вручную там прошила его уже ну вот и все на этом я с вами прощаюсь если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал я очень вас люблю желаю вам приятного творчества и бесконечного вдохновения всего вам доброго пока пока а у а а а а а а а и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok